Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Насколько выросла доплата к пенсии за возраст? По достижении возраста 80 лет, россиянам полагается доплата к страховой пенсии, которая рассчитывается, исходя из размера фиксированной выплаты. Ежемесячная фиксированная выплата, представляющая собой базовую часть страховой пенсии, была проиндексирована с 1 января 2020 года на 6,6%. В итоге, она выросла на 352 рубля и 6 копеек, с размеров 5334 рубля и 19 копеек до 5686 рублей и 25 копеек. Вместе с этим, увеличилась и доплата пенсионерам за возраст. Граждане, достигшие 80-летнего возраста, и не имеющие иждивенцев, получают доплату к пенсии, в размере 100%, от фиксированной выплаты. То есть, по сути, они получают фиксированную выплату, в двойном размере. Таким образом, у них в 2020 году на 352 рубля и 6 копеек выросла фиксированная выплата и настолько же прибавка к ней за возраст. В итоге, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, с учетом повышения к ней, составил 11 372 рубля и 50 копеек в месяц, а в 2019 году это была сумма в размере 10 668 рублей и 38 копеек. Если после просмотра выпуска, у вас возникли дополнительные вопросы, просим их задавать в комментариях, на что мы ответим в отдельном выпуске. На этом канале, мы занимаемся бесплатной юридической консультацией пенсионеров и сообщаем всю важную информацию о пенсиях. Если вы хотите знать больше, важной правовой, и не только информации о пенсиях, и дальнейшее улучшение качества выпусков, то обязательно ставьте «Мне понравилось». Просим задавать интересующие вас вопросы в комментариях и лайкать понравившиеся вопросы. На все вопросы по мере их поступления и в зависимости от их популярности, то есть количество лайков под ними, мы будем и дальше отвечать отдельными выпусками. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и самое главное – подпишитесь на блог юридической помощи. Субтитры создавал DimaTorzok